Здравствуйте! Я тоже очень рада, что сегодня вы все пришли в этот прекрасный практически летний день. Я сама, честно сказать, не хотела уходить с улицы, но моё имя уже было в программе, поэтому я здесь. Вот, и я очень рада, что наука настолько вас мотивирует, что вот вы захотели сегодня узнать что-то новое. И я расскажу о старении, о том, собственно, что это такое, почему старение происходит и можно ли что-то с этим сделать. Ну, начнём, наверное, мы с определения, что же, собственно, такое старение. Ну, определений, конечно же, даётся множество, но в целом, вот, можно сказать, что старение — это совокупность возрастных изменений организма, ведущих к увеличению вероятности его смерти. И есть целая наука, которая занимается изучением старения — это геронтология или биология старения. Ну, и понятно, что старение мало кому нравится, особенно в применении к собственному организму никто этого особенно не хочет. Но если мы хотим понять, что с ним делать, как его избежать, прежде всего нужно выяснить, в чём же причина этого процесса. Ну, и первая грустная моя новость для вас на сегодня, что наука не знает, ну, прям вот так вот определённо, в чём же причина старения. Вообще существует более трёхсот теорий старения, ну, не все из них являются научными, и официально наука признаёт, ну, несколько десятков из вот этого всего спектра. Я, конечно же, не имею возможности рассказать обо всех, расскажу о некоторых, но вот в целом теории старения можно разделить на две группы. Это так называемые теории вероятностного старения и теории программированного старения. Теории вероятностного старения говорят о том, что происходят различные случайные какие-то процессы, так называемые стахастические процессы, и они, ну, вот могут произойти или не произойти там в отдельной клетке, в отдельном организме. Соответственно, ну, как бы, вот получается некая такая рулетка, благодаря чему одни люди, допустим, или не люди, ну, организмы какие-то стареют быстрее, другие медленнее. Теории программированного старения говорят о том, что старение — это не случайный процесс, что есть, ну, некая программа, и у этого процесса есть определенный смысл. Ну, вот приведу, ну, как я уже сказала, несколько только теорий из вот этих вот двух групп. Ну, вот одна из теорий говорит о том, что причиной старения являются свободные радикалы, или активные формы кислорода, или оксиданты. То есть это такие частицы, атомы или молекулы, у которых на наружных электронных оболочках есть неспаренные электроны. В результате они очень агрессивны, то есть они стремятся найти вот этому электрону пару и атакуют другие молекулы, забирая у них вот эти вот электроны, превращая их, соответственно, в радикалы. И этот процесс может быть цепным. То есть даже если вот одна частица, свободный радикал попадает, допустим, в клеточную мембрану, там запускается цепной процесс, и, естественно, после атаки свободного радикала уже молекулы не будут прежними. Так вот, собственно, активные формы кислорода, они в определенной мере полезны. То есть клетка их использует для того, чтобы, ну, допустим, атаковать возбудителей заболеваний, то есть, ну, как бы для борьбы, это оружие клетки. Но если свободные радикалы выходят из-под контроля, то они начинают повреждать, ну, все, что им под руку попадется. Вот, конечно же, в клетке есть вещества, которые призваны бороться с этими свободными радикалами, это антиоксиданты. Но иногда их не хватает. И, ну, вот, определенным подтверждением свободно-радикальной теории старения может быть то, что количество свободных радикалов возрастает при ионизирующем излучении, действии ионизирующего излучения, и действие ионизирующего излучения на организм, и часто потом, напоследствием его является ускоренное старение. Еще одним доказательством является то, что прием свободных радикалов, в смысле, извините, антиоксидантов, будет, ну, в экспериментах, доказано в экспериментах на животных, что антиоксиданты замедляют процесс старения, ну, известен целый ряд таких веществ. Однако, эту теорию можно и распространять, потому что, ну, на самом деле, свободные радикалы, оксиданты должны действовать и в гометах, и тогда, ну, соответственно, после оплодотворения появляющийся организм должен быть уже в какой-то мере старым, а, ну, как бы, всегда старение, процесс начинается у нового организма с нуля. Плюс есть бессмертные раковые клетки. То есть, вот, их бессмертие, это, ну, как бы, определенная загадка, и клетки раковые могут делиться бесконечно и не демонстрируют никаких признаков старения, в отличие от обычных клеток. Вот, то есть, допустим, есть одна раковая клеточная культура, которая была получена еще в 20-е годы 20-го века, то есть, уже практически 100 лет эти клетки делятся и, ну, никакого старения не демонстрируют. Вот, то есть, в общем-то, в этих клетках тоже есть свободные радикалы, почему они не действуют на эти клетки. Еще одна теория, тоже относящаяся к вероятностным теориям, это накопление мутаций, то есть, ну, здесь есть тоже что-то общее с предыдущей теорией, но она говорит о том, что разнообразные повреждающие агенты внешней, внутренней среды могут в течение жизни организма наносить повреждения ДНК. Также могут происходить ошибки удвоения репликации ДНК и ее починки, репарации. Вообще, все клетки тела, которые не относятся к гометам, репродуктивным клеткам, называются соматическими. Ну, вот, этот термин запомните, соматические клетки, мы с ним еще столкнемся сегодня. Так вот, соматические клетки постепенно, ну, скажем так, насыщаются мутациями. То есть, одна здесь, другая там, потом уже в среднем по две в каждой клетке. И вот чем больше времени организм живет, тем больше становится вот этих мутаций. В результате в одной клетке нарушается один какой-то важный ген, в другой, в другой клетке начинает работать плохо. И, в общем, это вот проявляется в системе, да, организма, в разнообразных патологиях, в одрехлении, заболеваниях и в итоге проявляется в смерти. Еще одна теория, уже она будет относиться к, ну, неким таким программируемым теориям. Это теория теломеразная, теория укорочения теломер. Теломеры – это концевые участки хромосом, то есть, каждая из наших 46 хромосом с двух сторон как бы запечатана вот этим вот специальной последовательностью ДНК, которая называется теломера. Но при каждом делении клетки эта теломера будет становиться немного короче. Чем больше раз клетка поделилась, тем короче теломера, и наступит вот этот вот грустный момент, когда теломера закончится, и уже начнет укорачиваться, собственно, ДНК хромосомы, которая важна, которая содержит важные гены. В результате клетка достаточно быстро погибает. Чтобы этого не происходило, то есть, есть такие клетки, которые могут делиться бесконечно. Это, допустим, эмбриональные клетки, стволовые и раковые уже вышеупомянутые. Но у них есть специальный фермент, который каждый раз достраивает эти теломеры. Соответственно, у обычных соматических клеток теломераза нет, вот этого фермента. И вот такая версия, что все больше клеток начинают утрачивать ДНК с возрастом, и гибнут, и вот происходит старение и смерть. Но, опять же, если обратиться к экспериментальным данным, то даже у глубоких стариков было обнаружено, что теломеры еще не заканчиваются. То есть, там есть еще ресурс. А вот, допустим, у белых мышей теломеры в два раза длиннее, чем у человека. То есть, эти мыши должны жить дольше, а живут они намного меньше. То есть, ну как бы, теломеры могут кончаться, но, скорее всего, причина старения не в этом. Есть такая вот системная организменная теория, что старение — это результат снижения чувствительности гипоталамуса. Гипоталамус — это железа внутренней секреции, которая, ну вот, находится внутри черепа, и функцией гипоталамуса является регулирование функций других желез внутренней секреции. Но в определенный момент, то есть эта теория тоже относится к программируемым теориям, гипоталамус утрачивает постепенно чувствительность. В результате все остальные железы внутренней секреции, которые должны ему посылать свои сигналы, не могут до него достучаться. Чтобы, ну как бы, вот, все-таки это сделать, донести до него информацию, им приходится синтезировать все больше и больше гормонов. В результате уровень гормонов возрастает, и мы имеем сахарный диабет, гипертонию и возрастание риска инсульта, происходит климакс, нарушается деятельность сердца, возрастает риск рака, ну и другие признаки, так характерные для старения. То есть это так называемая элевационная теория, но хочу обратить внимание, что она объясняет, ну если даже она правдива, то она может объяснить старение только высших животных, тогда как низшие животные, не обладающие гипоталамусом и растения, тоже стареют. В чем тогда механизм у них? Есть точки зрения на старение, что это, ну, некий эволюционный такой механизм, то есть это тоже теория программируемого старения. Ну вот, допустим, теория одноразовой сомы, то есть, ну, сома, да, это вот совокупность соматических клеток неполовых, и эта теория говорит о том, что, в принципе, есть, ну, как бы, две области, в которые может организм вкладывать свои ресурсы. То есть он вкладывает либо в размножение, либо в собственное здоровье и долголетие, то есть либо поддерживает, как бы, свою репродукцию, либо вот поддерживает сому. Но для многих видов поддержание сомы и инвестирование в сому будет невыгодно. Ну, то есть, вот, например, мышь-палевка, она может инвестировать, да, вот, в свою сому, но ближайший же хищник просто все эти инвестиции обанкротит. То есть в палевке гораздо выгоднее инвестировать в наибольшее количество потомков, то есть быстро достичь полового созревания, произвести как можно больше потомства, и, ну, покинуть этот мир, уступить дорогу молодым. Вот. Тогда как есть другие виды, ну, вот здесь на слайде представлен не такой далекий родственник мыши-палевки, голый землекоп. У голых землекопов совсем другие условия жизни. У них, ну, мало естественных врагов, у них очень хорошее убежище, поэтому они могут не волноваться о том, что их инвестиции вот в сому быстро пропадут. Поэтому голые землекопы живут, ну, около 20 лет, в неволе даже доживают до 30 лет, тогда как, ну, вот максимальная продолжительность жизни в палевке около двух лет. То есть, ну, вот это вот теория одноразовой сомы, и, ну, неким логическим продолжением, может быть, является теория о старении как в программе самоубийства организма. То есть, была выдвинута теория так называемого феноптоза. Вообще существует такое явление, которое называется апоптоз. Это программируемая гибель клеток. То есть, это процесс, который может запускаться в определенных ситуациях, и, ну, как бы, клетка просто, ну, гибнет. Это ее самоубийство. Так вот, согласно этой теории феноптоза, старение — это что-то подобное, что происходит с целым организмом. То есть, старение и смерть от старения — это эволюционное приобретение. Ну, почему? Потому что эволюции не нужны вечные организмы. То есть, эволюция направлена, ну, вообще механизмы эволюции работают за счет смены поколений. То есть, происходят мутации, которые передаются потомкам. Среди потомков происходит естественный отбор. Более удачные производят больше нового потомства и так далее. То есть, благодаря вот этим процессам происходит эволюционный прогресс. То есть, если организмы будут жить очень долго, то, ну, как бы, вот эволюция замедлится, это невыгодно. Ну, и если мы говорим о старении как о какой-то программе, то возникает логический вопрос. А может быть, есть организмы, у которых эта программа не сформировалась, или сформировалась, ну, как-то немного по-другому? И действительно, то есть, мы привыкли считать старение чем-то, ну, таким естественным, неизбежным. Но на самом деле ситуация обстоит не так. То есть, существует три типа старения. Первый тип старения – это быстрое старение. Это не может быть характерно для организмов, которые, в принципе, мало живут. Ну, вот, допустим, плодовая мушка дрозофила живет, ну, максимум, даже в неволе, там, в лабораторных условиях оптимальных, около стадий. И вот, ну, как бы, то есть, быстро размножается, быстро утрачивает эту способность, быстро погибает. Но среди видов с быстрым старением есть виды, которые живут на самом деле долго. А вот стареют они очень быстро. Ну, вот, например, бамбук. Бамбук живет больше ста лет. И все это время он растет. Затем наступает время размножения, бамбук цветет. И сразу же, буквально в очень короткое время после цветения, он отмирает. У некоторых таких растений даже были поставлены эксперименты. То есть, появлялся цветоносный побег, его отламывали. Ну, как бы, отмирания организма не происходило. То есть, ну, как бы, откладывалась вот эта вот гибель. И через год появлялся новый, его опять отламывали. И так удавалось продлить жизнь растению на, ну, там, многие годы. Таким же примером может быть тихоокеанский лосось. То есть, тихоокеанский лосось живет очень хорошо. Он бодр и свеж в течение примерно 3-6 лет. Потом лосось идет на нерест. Откладывается икра. И буквально в считанные недели после этого процесса происходит одрехление. И лосось умирает. Ну, от явных признаков старости. То есть, ну, вот, как бы, получается, что быстрое старение часто связано с процессом размножения. Есть, ну, вот такой наиболее привычный нам тип старения, как постепенное старение. Ну, он характерен для большинства млекопитающих и для человека. И данный тип старения не связан напрямую с репродукцией, с воспроизводством. Накопление вот этих признаков старения происходит постепенно. И, ну, вот, как бы, то есть, какое-то время занимает вот этот вот процесс. Но в итоге он приводит к результату такому, как летальный исход. Ну, и третий тип старения очень интересный. Это так называемое пренебрежимое старение. То есть, есть организмы, которые не демонстрируют признаков старения. Или эти признаки настолько незначительны, что ими можно пренебречь. Ну, вот, например, здесь вот показаны на слайде. Каролинская коробчатая черепаха живет около 140 лет. Алиутский морской окунь может дожить до 200 лет. Причем в возрасте 200 лет он, ну, его показатели жизнедеятельности ничуть не хуже, чем молодых особей. То есть, и чаще всего эти организмы гибнут не от так называемых естественных причин, а от каких-то причин, ну, допустим, от хищника, или от паразитов, от голода, от каких-то катастроф. Ну, вот, еще одним примером является сосна долговечная. Деревья сосна долговечные могут доживать до, ну, вот, зафиксированный возраст 4700 лет. И то, как бы, эти деревья гибнут, ну, вот, от вредителей и от пожаров в основном. То есть, они бы могли жить еще дольше. То есть, в принципе, получается, что изначально первые организмы, возникшие на Земле, они, скорее всего, были бессмертными. Ну, вот, допустим, это характерно и по сей день для, ну, каких-то простых организмов, одноклеточных. То есть, допустим, кишечная палочка не знает, что такое старение. То есть, она либо делится на две дочерних клетки и, соответственно, прекращает свое существование, либо, ну, гибнет, там, пожирается кем-то, либо от токсинов, там, антибиотиков, либо от голода. Затем, ну, вот, это свойство было унаследовано первыми многоклеточными организмами, какими-то простыми. Ну, вот, допустим, пресноводная гидра – это тоже потенциально бессмертное существо, то есть, она почкуется, там, делится, пока, ну, опять же, ее не убьют, не сожрут, или, ну, что-то не произойдет еще такое, какое-то несчастное событие в ее жизни. Ну, и вот, как бы, получается, что, возможно, некоторые организмы просто эволюционно не выработали вот эту вот программу стареть, поэтому, ну, вот, они так и живут без старения. Но человеку так не повезло, ну, или вопрос, конечно, везения-невезения тут достаточно спорный. Ну, в общем, люди стареют. Соответственно, ну, вот, если мы предположим, что есть какая-то программа старения, то она должна быть где-то записана. Ну, и мы знаем такую вот главную программу в организме в живом – это программа, записанная в нуклеиновых кислотах, а программа, закодированная в ДНК. Ну, и вот, в связи с этим тоже вопросами старения заинтересовались генетики. То есть, насколько вообще гены участвуют вот в этом процессе? То есть, существуют ли гены старения или гены долголетия? Ну, конечно, на этот вопрос для человека ответить достаточно сложно. Ну, человек вообще является таким достаточно сложным объектом для генетического исследования, потому что у него много всяких ограничений. То есть, экспериментировать нельзя, скрещивать его, как ученым хочется, нельзя. Еще и много всяких дополнительных факторов влияет. То есть, там, один, там, допустим, работает на невредной работе, другой на вредной, один, там, пьет, а другой курит, третий, там, в Челябинске живет, а четвертый в деревне. Вот, в общем, ну, сложно с человеком. Тем не менее, есть некоторые методы, которые позволяют выяснить, ну, вот, влияние наследственности на те или иные признаки у человека. Были изучены семьи, допустим, когда два представителя из семей, где есть долгожители, вступают в брак. Так, ученые изучают их потомство, там, первое поколение, то есть, их детей, второе поколение их внуков. Ну, и вот были реальные примеры, когда, допустим, муж и жена были из семей долгожители, сами долго прожили, и среди, там, 46 их потомков больше половины дожили, там, до 90 лет, некоторые даже больше 100 прожили. Также можно изучать близнецов, то есть, есть, ну, вот, монозиготные близнецы, которые обладают полностью идентичными генами, и все различия между ними будут определяться, вот, влияниями, какими-то уже после рождения, влияниями среды. Ну, и вот все эти исследования показывают, что действительно есть вклад наследственности в продолжительность жизни у человека, и, ну, этот вклад, так бы, примерно оценен в 25%. Ну, что, в общем-то, немало. Еще одним фактором, фактом, свидетельствующим в пользу того, что гены могут влиять на продолжительность жизни и старения, является наличие наследственных заболеваний, сопровождающихся ускоренным старением. И это так называемые прогирии, то есть, это синдромы ускоренного старения. Ну, их вообще существует несколько разных, ну, вот, два таких наиболее распространенных, ну, вообще это очень редкие заболевания, то есть, один случай, там, на несколько миллионов, там, на 10 миллионов, допустим. Ну, вот, допустим, детская прогирия, синдром Хатчинсона-Гилфорда. То есть, дети рождаются обычно нормальными, но примерно в возрасте 2-3 лет у них начинают проявляться признаки старения. То есть, кожа становится тонкой, сухой, морщинистой, происходит облысение, пигментные пятна появляются. Ну, и целый комплекс заболеваний, вот этих вот, которые обычно сопровождают процесс старения. То есть, там, катаракта, атеросклероз, диабет, рак и другие заболевания. То есть, было выяснено, что причиной вот этой вот детской прогирии является мутация во всего одном гене, гене ламина А. Причем, этот ген ламин А отвечает за соответствующий белок, и этот белок входит в состав клеточных оболочек. То есть, вот буквально одна мутация, одно повреждение может привести к такому вот комплексу старческих признаков и к ускоренному старению. Также существует прогирия взрослых, это синдром Вернера. Ну, она уже проявляется после полового созревания, но, тем не менее, тоже как бы процесс старения происходит гораздо раньше, чем он должен быть. Ну, вот причем для прогирии взрослых пока что не выявлен ген, который вызывает это заболевание. Но известно, что это тоже какой-то вот один ген, потому что наследование такое вот моногенное. Ну, и, в общем-то, ученые подумали и предложили список так называемых кандидатных генов смерти и долголетия у человека. То есть, ну, как бы это такой некий гипотетический список, то есть это область поиска, какие именно гены могут отвечать за старение и за долголетие у человека. Ну, то есть, вот, во-первых, это могут быть гены, аналогичные генам долгожительства у животных, и об их поиске я чуть дальше скажу. Это могут быть гены, которые, ну, просто, скажем так, определяют благополучие тканей и организма, то есть поддерживают какой-то клеточный гомеостаз, репарацию, то есть починку ДНК, починку клеток. И также это могут быть вот те самые гены, мутации которых вызывают наследственные заболевания ускоренного старения. Ну, вот, и это вот были соответствующие области поиска. Прежде всего, обратились, ну, к таким достаточно простым генетическим объектам, то есть, допустим, это вот пекарские дрожжи, это муха дрозофила, это почвенный червь нематода. Ну, вы скажете, собственно, что общего у нас и у этих организмов. То есть, где я, где дрожжи, как они могут помочь в решении вопросов старения. Но на самом деле существует большое количество генов, которые остаются неизменными в процессе эволюции от самых простых организмов до, ну, вот таких сложных, как человек. И, в общем-то, ну, ряд генов мы делим, допустим, с кишечной палочкой. Так что, эти вот объекты, ну, они очень простые, быстро размножающиеся, их не жалко. То есть, прежде всего, стали экспериментировать с ними. Ну, результаты были получены разнообразные. И иногда эти результаты были противоречивыми, но был выявлен целый ряд генов, которые так или иначе могли влиять на продолжительность жизни. То есть, ну, чаще всего вообще вот эти вот все исследования выявляют те гены, поломки в которых приводят к сокращению продолжительности жизни. Ну, и это понятно, потому что, как бы, ломать не строить. То есть, можно выявить мутацию в каком-то гене или ее внести специально. И вот, допустим, она сокращает продолжительность жизни этого объекта. И она автоматически включается вот в этот список генов-кандидатов. Ну, вот, допустим, там были гены, которые отвечают за антиоксидантную защиту и другие. Но, понятно, да, что если даже мы нашли, что какой-то ген укорачивает или удлиняет продолжительность жизни у почвенного червя, пока что нам это, ну, как бы, никак не помогает продлить жизнь человеку. И следующий этап — это экспериментирование уже с более сложными объектами, допустим, с мышами или с другими млекопитающими. И здесь в помощь генетикам, ну, изучающим генетику старения, приходит генетическая инженерия. То есть сейчас очень часто изучение, наследование каких-то заболеваний или каких-то свойств у человека проводится вот на млекопитающих с применением технологии генетической инженерии, то есть получая так называемых трансгенных животных. Ну, тут вот вкратце показана суть этой технологии. То есть берется эмбрион на ранних стадиях его развития и вводятся в клетки эмбриона специальные такие конструкции, называемые векторами, которые несут чужеродные гены, ну, вот, допустим, тот ген, который нам нужно изучить, и они могут в клетке его встроить, заставить работать. Потом этот эмбрион помещается обратно в матку самки и там уже развивается, ну, как бы, естественным путем, но когда он родится, он будет уже изменен в генетическом отношении, это будет трансгенное животное. Так вот, здесь было два варианта технологии. То есть, если какие-то гены демонстрировали связь с продолжительностью жизни, то либо вводили дополнительные копии этих генов, чтобы посмотреть, а если мы увеличим активность этого гена, увеличится продолжительность жизни. И другой вариант, это так называемый нокаут генов. То есть ученые говорят, а давайте мы сломаем специально этот ген, выключим его и посмотрим, что будет. Ну, вот, так они примерно и делали, проверяли эти гены. Не всегда надежды оправдывались, то есть, ну, вот, допустим, некоторые гены антиоксидантной защиты, ну, хорошо себя продемонстрировали, вот, у червей, там, у дрозофилы, допустим, вводили, если мутации происходили, сокращалось, продолжительность жизни, вводили дополнительные копии генов, там, мукам, червям, увеличилась продолжительность жизни, а потом взяли уши и выключили эти гены, и никакого вообще эффекта не было на продолжительность жизни. Но, тем не менее, то есть, вот, определенный спектр работ был проведен, и, ну, вот, вроде как выявили некоторые группы генов, которые показывают определенную связь с долголетием у человека. Ну, вот, вы даже по формулировке, такое очень обтекаемое, можете понять, что, ну, что-то тут вот как-то не точно. Ну, на самом деле, в этом списке есть гены метаболизма липидов, углеводов, обмена инсулина, гены, участвующие в энергетическом обмене, антиоксидантной защиты, метаболизма вредных чужеродных веществ, внешней среды, ксенобиотиков, гены аутоиммунных заболеваний и так далее. Вот, то есть, ну, как бы, вот, это большой список генов, и по ним есть такая информация, что изменение этих генов, ну, как-то влияет на продолжительность жизни. Но, ну, вот, подходим мы, конечно, к самому важному, к второй грустной новости. Значит, что нам это дает для продления жизни человека? Ну, вот, к сожалению, пока ничего. То есть, всю эту полученную информацию нельзя пока что никак практически использовать. Вот, то есть, мы еще очень далеки от решения проблемы старения, ну, вот, на генетическом уровне. То есть, ну, как минимум, потому что мы все еще не выяснили, собственно, из-за чего происходит старение, ну, хотя бы у человека, не будем, там, всех организмов брать. Вот, значит, то есть, это первая наша задача, выявить точно причины, потом уже можно будет что-то с этим пытаться делать. Но, тем не менее, то есть, как бы, это не повод отчаиваться. То есть, генетики работают, поиск этот продолжается. Отрицательный результат тоже результат. То есть, если мы проверим все гены и так и не найдем ген старения, ну, значит, это будет знак, что нужно искать, ну, где-то в других местах. Вот, то есть, если же все-таки эти гены будут найдены, то дальше уже, ну, можно так помечтать. То есть, допустим, мы нашли какой-то ген, который позволит существенно продлить жизнь человека. Сейчас есть уже системы, позволяющие редактировать геном. То есть, если это будет какая-то версия гена, да, другая, вот, особая версия гена, которая хорошо работает и обеспечивает высокую продолжительность жизни, можно будет, ну, когда это вообще в виду для человека, и это будет признано этичным, мы сможем отредактировать геном, допустим, каждого будущего новорожденного и, ну, как бы сделать вот его носителем этого самого гена долголетия. Вот. Или введем дополнительные копии. Ну, если нам так и не разрешат редактировать геном, или, ну, этот процесс будет проходить не так гладко, ну, надо будет понять, что же за продукт, собственно, у этого гена, и мы тогда хотя бы разработаем лекарство, которое можно будет каждый день принимать и, ну, обеспечивать вот наличие этого какого-то полезного вещества в своем организме. Вот. Ну, в общем, то есть перспективы огромные, вопросов тоже очень много, ну, и, в общем-то, на этом, наверное, разрешите завершить мой доклад. Ну, вот эта фотография никак не является пропагандой нездорового образа жизни, но это фотография женщины, которая, ну, по официальным данным, прожила больше всех, это Жанна Кальмон, которая прожила 122 с половиной года. Вот. В общем, она всем вам говорит, что вам есть куда стремиться. Спасибо за внимание. Спасибо.